Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Лариса откопала где-то в сети госты колбасные 46 года. Меня это очень заинтриговало и заинтересовало. И вот сегодня будем готовить ветчинорубленную колбасу по госту 46 года. Немножко от нее отступим. Вообще на самом деле очень интересно чем советская так сказать кулинарная индустрия почивала послевоенного советского гражданина. Но колбасы в то время были отменные это уж точно. Потому что в гостах не допускается категорически никаких шкур, никаких там хрящей, исключительно только мясо. Единственное что в этом госте 46 года написано на килограмм колбасы 30 грамм соли и полграмма селитры. Мы от этого правила отступим, но потому что я считаю что в принципе 30 грамм соли на килограмм колбасы это дофига откровенно говоря. Поэтому будем использовать стандартный набор смесь из нитритной и поваренной соли. Нитритная соль 0,4 процента 10 грамм и поваренная соль 10 грамм. Перемясие. Для приготовления колбаски нам понадобится 400 грамм говядины и 600 грамм средней жирной свинины. Вот такой вот она. Немножко тут с сальцем. В общем красивая свининка. Смесь из... 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 какой перец? Черный молотый. 0,5 грамма. Ну опять же таки очень маленькое количество. 0,5 грамма черного молотого перца, 0,5 грамма молотого кориандра и 0,65 грамма чеснока, сухого чеснока. Ну блин. Конечно по 0,5 грамма мне кажется тоже маловато, но будем... будем делать как написано в гости 46-го года. Вот интересно. 200 миллилитров воды. И первое, что нам надо сделать, дорогие друзья, это засолить наше мяско. Для этого порежем его на кусочки, которые нам подойдут для мясорубки. И засолим его. Вот. Мне всегда такие рецепты очень интересны. Причем там даже написано, описан процесс копчения. Вот. Коптится она по ГОСТу 3 часа при температуре 100 градусов. Коптить мы тоже будем по-своему. Потому что мне кажется, что за 3 часа при температуре 100 градусов колбаса превратится... Ну не знаю, вот что-то нехорошее превратится. Да. Естественно, забыл сказать такую немаловажную вещь. Заговорил уже о копчении. Ведь чина рубленая колбаса, это не просто вареная колбаса, а варено-копченая. Коптить мы ее будем в нашей коптильне горячего копчения. Чуть попозже расскажу вам, как. Мы немножко с Ларисой модернизировали. Модернизировали ГОСТ 46-го года. Сделали его по-своему. Поэтому будем вначале коптить, потом обжаривать в духовке и потом варить. Такой у нас будет процесс. Но об этом чуть позже. А пока, дорогие друзья, порезали наше мяско. Засаливаем его. Равномерно сразу всю соль не бухаем. Чтобы у нас мяско равномерно просолилось. Хорошенько перемешиваем. Вообще-то, ну всегда в промышленных условиях солится по отдельности. Говядина пропорционально количество соли солится. И свинина пропорционально количество соли. Ну, грубо говоря, если у нас 400 грамм говядины и 600 грамм свинины, то 4 части соли на говядину и 6 частей соли на свинину. Но у нас количество-то маленькое очень. Чего нам здесь разбивать ее на кучу емкостей и забивать в холодильник. Поэтому думаю, что мяско не подерется. Недолго ему солится в таких маленьких количествах. И засолю его все вместе. Хорошенько перемешали, друзья. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Минимальный срок посола сутки. Оптимальный срок посола 2-3 суток. Ну, мы будем засаливать сутки. Хотя, в принципе, никуда не спешим. Но такой у нас план. Я считаю, что за сутки небольшое количество мяса совершенно отлично просолится. Итак, друзья, до встречи через сутки. Дорогие друзья, наше мяско засолилось. Видите, оно стало от нитритной соли красное. И теперь подготовим его к набивке. Говядину в первую очередь перекрутим на мясорубку с мелкой решеткой. Говядину перекрутили. Теперь порежем свинину. Свинину порежем кубиками где-то 1 на 1 сантиметр. Можно не кубиками, можно чуть-чуть продолговатыми такими брусочками, сантиметр на полтора. Но мы решили для того, чтобы она равномерно была в колбасе, порезать ее именно кубиками. Потому что по рецепту вообще она режется, ну вот по ГОСТу, она нарезается полосками, такими брусочками со стороной сантиметр и длиной 4-5 сантиметров написано. Ну вот такими, как Лариса режет. Но мы все-таки решили порезать кубиками. Хочется, чтобы колбаса была однородная. Я не знаю, как эти полоски себя поведут при набивке через шприц. Таким образом, режем всю свининку. Порезали свининку, откладываем ее в сторону. А говяжий фарш поместим в пакетик для заморозки. И отправим его в морозильник на полчаса. Через полчаса, друзья, мы будем готовить эмульсию из говяжьего фарша. Мы будем использовать наш профессиональный кутер. Но можно использовать вот такой вот кухонный измельчитель с обычной чашей. Есть, ну практически на каждом комбайне есть. Я думаю, если вы занялись приготовлением колбасы в доме, в любом случае есть комбайн вот с таким вот измельчителем. Он идеально подходит. Также нам понадобится миксер для того, чтобы смешивать фарш. И пока замораживается говяжий фарш, приготовьте измельчитель и миксер. Фарш охладился. Поместим его в измельчитель и сделаем эмульсию. Говяжий фарш. Приготовили ледяную воду, чтобы добавить фарш. И приготовили специи, о которых мы говорили в начале видео. Засыпем специи. Часть специи поместим в говяжий фарш. А вторую часть оставим для свинины. Фарша просто немного, поэтому я больше не могу. Ну да, готовим маленькую порцию колбасы. И начинаем измельчать, друзья. В процессе измельчения дольем оставшуюся воду. Взбили эмульсию, друзья. Сейчас покажу, какая она получилась. Вот такая вот. Сейчас сделаем резкость. Вот такая вот паста. Ну то есть, это и есть эмульсия. И теперь приготовим миксер. Перемешаем нашу эмульсию с резаным мясом. Помещаем врезанную свинину в чашу для миксера. Если у вас нету такого стационарного миксера, а просто ручной, значит берем посудину любую, помещаем туда свинину. И начинаем ее перемешивать с помощью миксера. Мы делаем это с помощью такого стационарного миксера, он же тестомес. Перемешать мясо надо достаточно хорошо, чтобы нарушить белковые связи. То есть, есть такой кулинарий термин, до белых волокон. Где-то в течение 3-4 минут хорошенько перемешиваем мясо миксером. Теперь добавим сюда, в это уже перемешанное фарш, мясо. Сейчас покажем, какое оно получилось. Видите, оно получилось такое, достаточно липкое. И, ну, как бы, вот оно стало однородное. То есть, оно очень хорошо перемешалось. Добавим сюда, друзья, нашу эмульсию. Смешали, ну, как бы, переложили эмульсию к фаршу. Добавим оставшиеся специи. И вымесим еще раз с помощью миксера в течение где-то 2 минут. Я думаю, немножко дольше. Дольше? Да, минут 5. Угу. Перемешался наш фарш. И вот, друзья, мы получили такую однородную массу. Сейчас покажу. Вот, то есть, совершенно, совершенно оно вымесилось все идеально. Такой вот вид имеет. Собственно говоря, перейдем к процессу набивки колбасы. Переложим массу в шприц и будем набивать нашу колбаску. Мы приготовили фарш, дорогие друзья. Поместили его на шприц и будем набивать колбаску в говяжью синюгу. Ларис, покажи, пожалуйста, нашу синюгу. Блин, такое слово смешное. Вот такой вот щелочек, это какая-то говяжья кишечка. Если вы не хотите связываться с этой штукой, то можно набить в коллагеновую оболочку диаметром либо 80, либо 100 миллиметров. От 60 до 120 она обычно. Коллагеновая разве бывает 120? У кого-то бывает. Ну вот мы покупаем на Ем колбаски, там по-моему максимальная 80 максимальная. В общем, коллагеновая оболочка имеет примерно такие же свойства. В ней можно коптить, то есть все процессы, горячее копчение, все как бы происходит очень хорошо, качественно. Но мы решили сделать в натуральной оболочке, так как делается по ГОСТу. Поехали. Выпускаем воздух. Подведем мясо к цевке и начнем на белочку. Сейчас подожди, чтобы я правильно ее надела. Колбаска набита. Сейчас уплотним ее немножко и будем завязывать. Перевязали мы колбаску, друзья. Вся сложность заключается в том, что в цевке остается еще достаточно фарша. Цевка толстая и приходится ее вручную туда допихивать. Вот такая вот красота у нас получилась. Собственно говоря, плотненько вот так вот подкрутила Лариса. Я ее перевязал и, друзья, отправляем ее на усадку в холодильник на сутки. А завтра будем ее уже, как бы, дальнейшее приготовление. Будем ее коптить, варить. Ну, в общем, будем ее завтра готовить. Пока вот она у нас отправляется в холодильник, так сказать, на заслуженный отдых. Прокалывать же нам ее не надо, правильно? Не, ну если есть где-то воздух, но я пока не вижу. В общем, если где-то есть, особенно в коллагеновой оболочке, если где-то есть пузырьки воздуха, то надо проголоть иголочкой. Так вроде у нас набилось очень плотненько, пузырьков воздуха нету, поэтому, ну, обрезай мешок, оставь там на всякий случай хвостик. Вот. И, друзья, до завтра. Ну что, друзья, наша ветчина рубленая созревала в холодильнике сутки. Такая вот красота получилась. То есть, вообще, мне вот очень нравятся продукты, ну, и как бы колбасы, там всякие вяленые вещи, приготовленные вот в этой штуке, в синюге. Значит, теперь будем... Да, мы ее достали из холодильника на 3 часа, чтобы произошел процесс отепления. То есть, 3 часа она лежала при комнатной температуре. Теперь у меня была дилемма, коптить ее лежа или подвешивать. Ну, в общем, решил, что лучше подвесить, но подвешивать за этот хвостик боюсь, потому что боюсь, что при копчении будет температура высокая, и хвостик может оборваться. Поэтому сделаю обвязку. Сейчас покажу. Для обвязки буду использовать львиной шпагат. Конечно, обвязывается значительно лучше что-то длинное и более тонкое. Но сейчас попробуем сделать обвязку для этой колбаски. А ну, Лариса, тут надо пальчик. Вот таким вот образом завязываем двойной узел. Опускай, чтобы не прорвать аккуратненько оболочку. Делаем следующую петельку. Вот таким вот образом. Захватываем ее. Подтягиваем. Делаем следующую петельку. Вот таким вот образом. Захватываем. Подтягиваем. Здесь завяжу двойной узел. И теперь на другую сторону. Оставляем петлю, чтобы было за что повесить. И перехватываем эти предыдущие обвязки. Теперь у нас получилась вот такая вот петля. То есть колбаса обвязана. Она будет висеть не за хвостик. Соответственно, исключено полностью то, что хвостик оборвется или сползет веревка. И колбаса упадет. Итак, друзья, я готовлю коптильню. И мы помещаем нашу колбаску в коптильню. Разогрели коптильню до температуры 50 градусов. Помещаем сюда колбаску. При температуре 50 градусов на 40 минут. Не-не, вот на тот крючок вешай. Сейчас включу дымогенератор. Заработал дымогенератор. И оставляем нашу колбаску на ферментацию. Температура 50 градусов по Цельсию. Ферментируем 40 минут. Ну и, естественно, коптим сразу. Прошло 40 минут, друзья. Колбаска коптится. И приступаем ко второму этапу. Поднимем температуру до 90 градусов. Этап обжарки. И температуру 90 градусов поддерживаем в течение получаса, 30 минут. При этом процесс копчения не останавливаем. Вот я установил на датчике температуру 90 градусов. Начало подниматься. Уже поднялось до 72. Сейчас быстренько нагонит 90. И полчаса обжариваем колбаску. И готовим духовку для третьего этапа. Этапа варки. Значит, на этапе варки нам надо разогреть духовку до 80 градусов. Мы покажем, как мы будем помещать колбаску в духовку. Приготовить кулинарный термометр или щуп для барбекю. И на дно духовки приготовить емкость, ну или противень, или старую сковородку без ручки, в которую можно будет налить воды. Итак, друзья, оставляем на полчаса нашу вичинорубленную колбаску обжариваться. Прошло полчаса. Процесс обжарки завершен. И переносим нашу вичинорубленную колбаску в духовку для последующего процесса варки, друзья. Она подрумянилась. Имеет такой красивый вид. Ну что, понесли ее в духовку. Разогрели духовку до 90 градусов. Вставляем щуп кулинарный в нашу колбаску. Для того, чтобы контролировать температуру внутри. На дно духовки, вы видите, мы поместили сковородку с водичкой. Помещаем в духовку наш батончик колбаски. И при температуре... Подожди, а чего 90? 80 градусов. Сейчас она остынет. При температуре до 80 градусов разогреваем духовку. При температуре 80 градусов готовим ее до достижения температуры внутри батона 69 градусов, друзья. Вот как-то так. Температура внутри нашей колбаски достигла 69 градусов. Вынимаем ее. Она готова. И помещаем в ледяную воду на 15-20 минут. После этого, друзья, дадим нашей колбасе в холодильнике отдохнуть ночь. И завтра будем ее дегустировать. По виду получилась очень крутая. Мне очень нравится ее вид. Вообще такая потрясная. Друзья, завтра попробуем. Наша ветчина рубленая колбаска отдохнула. Мой главный дегустатор, как видите, на месте. Колбасная душа. Сейчас разрежем ее. Покажу вам разрез. И попробуем, что у нас получилось. Лизу не отвлечешь от... Лиза, не вздумай запрыгнуть на стол. Отлично. О-о-о-о. Это шедеврально. Сейчас покажу вам. В разрезе. И потом попробуем. Я даже не ожидал. Я думаю, может Лизу забрать. А то она сейчас покусится. Прошу вас, посмотрите на эту красоту. Какая она просто невероятная. Ну, потрясающая колбаса, я считаю. Отличная. Очень хорошая консистенция. Совершенно нормально она приготовилась. Видите, эластичная. Практически не пористая. Очень я доволен результатом. Сейчас попробуем. Я знаю, что она должна попробовать первой. Не буду с котом спорить. Кладешь о тебе. А теперь попробую сам. Потрясающе. Просто потрясающе. Такой легкий. Она не сильно копченая. Она легко копченая. Такой вкус копченый. Ну, вообще. Передать не могу. Надо попробовать. Реально очень вкусная колбаса. Наверное, одна из лучших колбас, которые мы готовили. Сейчас. Подзвиняюсь. Проживем. Ну что, друзья. Вечерина рубленая колбаса получилась потрясающая. Желаю вам, чтобы у вас она тоже получилась. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу рецепта, задавайте их в комментариях. На все комментарии я отвечаю. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Ставьте лайк. Ну, если кому-то не нравится, ставьте дизлайк, конечно. Ничего против этого тоже не имею. Друзья, рецепт на этом, считаю, закончен. Законченным. Как бы будем сейчас... У нас появилась прекрасная книга 36-го года о советских колбасах. Огромное поле для деятельности. Будем много экспериментировать. У меня там сумасшедшие творческие планы по поводу колбас. У Ларисы тоже. Мы вчера, когда эту книгу толком рассмотрели, просто ахнули. Поэтому ожидайте новых интересных видео про колбасы. Ну, собственно говоря, друзья. Всего доброго. Пока.